Как разводить томатную пасту для заготовок Итак, узнаем, как разводить томатную пасту для готовки овощей на зиму, если вы не знаете тонкостей. Люди, близкие к земле, не одобрят такой напиток, ведь настоящий сок со спелых томатов, да еще и со своего участка ни с чем не сравнить. Производители делают сок из натуральной томатной пасты в производственных масштабах профессионально, в домашних условиях его можно разбавить самостоятельно ничем не хуже. Готовить напиток несложно, ингредиенты продают в любом магазине, это соль, паста из спелых томатов, очищенная вода. Желательно добавлять этот продукт, не жалея, чтобы готовый сок походил на натуральный. Только не применяйте для напитка пасту низкого сорта. Если будете применять натуральную пасту из томатов, то из нее выйдет вкусный насыщенный ароматный сок не только для утоления жажды, а и для заготовки овощей. Еще готовить продукт из пасты достаточно просто, развести ее водой и все. А вот готовить сок из помидоров трудоемкое занятие, требующее средства времени. И в настоящем соке из помидоров есть множество полезных веществ, минералов, витаминов. Конечно же пользы в настоящем соке из томатов больше, чем в соке из пасты. Выбирая пасту для сока, обратите внимание на состав продукта. Многие производители добавляют в нее вредные вещества для длительного хранения или не используют натуральные продукты для изготовления. Вам же лучше покупать товар, в составе которого имеются томаты, соль и другие ингредиенты натурального происхождения. Для готовки сока понадобятся такие ингредиенты. Вода, очищенная паста, специи, соль. При готовлении. Возьмите пасту, достаточно 4 стакана. Ложки на 1 литр воды, смешайте. Для того, чтобы придать вкуса, добавьте соли и специи. Если вы любите соки с более насыщенными вкусами, то добавьте еще пасты в воду. Как правильно развести томатную пасту? Рецепт. Любители томатного сока могут сделать напиток из томатной пасты, если помидоров в доме нет. Такой сок применяют как просто напиток, так и для готовки консервации. Супов подливы и тому подобная цена на томатный сок приготовленного из пасты довольно-таки высокая. Потому знать, как разводить томатную пасту для консервирования пригодится знать всем. Готовить напиток своими руками выходит выгоднее, чем покупать в супермаркетах. Чем гуще паста, тем меньше ее потребуется для томатного сока. Бывают различные пропорции для приготовления сока. В частности, узнайте, как разводить томатную пасту для консервирования разной консистенции. Процесс готовки сока. Разведите густую свежую пасту из натуральных томатов в пропорции 1 к 3, чтобы вышел жидкий нектар. Разведите пасту из помидоров следующим способом. 1 столовую ложку разбавьте в 225 мл воды. Такой сок имеет жидкую консистенцию. Чтобы получить густой сок из спелых томатов на стакан 225 мл воды, применяйте 3 столовых ложки густой и ароматной пасты. Также вы можете подсолить сок или же добавить в напиток еще перец, сахар. Как разбавлять томатную пасту для томатного сока, для заготовок и лечо? Приготовить лечо можно по различным рецептам. Существует множество вариаций. Лечо отличается составом, методом готовки. Если готовить лечо по классическому рецепту, то в любом случае необходимо применять сладкий перец и сок из томата. Интересно, что сейчас есть и другие рецепты таких консерваций на зиму из огурцов, витаминных баклажанов и кабачков. Но речь дальше пойдет не об этом, а о томатном соке. Именно данный напиток имеет важное значение во вкусе лечо. Если делать все правильно, то сок надо готовить из томата. Однако не всегда бывают урожайные года на помидоры. Иногда совсем невыгодно их молоть на сок. А лучше готовить напиток из пасты. Потому необходимо знать, как развести томатную пасту. Существуют такие рецепты приготовления пасты для лечо. Итак, с качеством продукта уже ознакомились. Теперь разведите густую пасту. Из томатов с водой в пропорции 1 в 2. Выйдет насыщенный сок, подходящий для приготовления лечо. Если паста густая, хорошо держится на ложке и не стекает, то можно добавлять в нее воду в пропорции 1 к 3. Эти готовые напитки еще следует прокипятить с лечо в течение 5-7 минут. Так заготовка хорошо будет храниться зимой. Интересно, что даже несмотря на искусственно приготовленный сок из пасты в составе лечо, заготовка будет вкусной, ароматной, полезной. Она мало отличается от той, что готовят с соком с помидоров. Перец имеет отличный аромат, а сахар, соль, лимонная кислота не дадут лечо быстро испортиться. Обратите внимание, что вкус заготовок на зиму напрямую зависит от сока из томатной пасты. Ингредиенты, входящие в состав самой пасты, в основном только помидоры. Загустители, красители, вредные консерванты не должны там присутствовать. Достаточно, чтобы там была еще вода, сахар, соль. Готовя консервацию из овощей, обращайте внимание и на вкус готового сока из томатной пасты и воды. Нельзя, чтобы он был совсем плесным и безвкусным, ведь именно напиток подкисляет овощи, дает некий аромат и подкрашивает блюдо в коралловый цвет. Если паста или сок не нравится вам на вкус, а такое бывает, то не применяйте ее, иначе испортите всю заготовку. Применяя готовый сок из пасты со спелых помидоров, помните примерные пропорции его к готовке, 1 к 2 или 1 к 3. Если сок вам кажется не соленым, то сами исправьте этот недостаток. Для этого добавляйте соль в сок обычную кухонную, но ни в коем случае не ядированную. Для консервации она не идет. Перед тем, как закладывать овощи, прокипятите сок с добавлением соли, сахара и тому подобное, обычно по рецепту вначале в небольшом количестве масла обжаривают составляющие заготовок, а уже после добавляют сок. Немного уваривают овощи, рассыпают по банкам, стерилизуют, закатывают. Как разводится томатная паста с водой, выбор пасты. Как разводить томатную пасту мы рассмотрели, а вот какую пасту лучше выбирать для изготовления сока, вопрос непростой. На полках супермаркетов и магазинов есть множество продуктов разных заводов-изготовителей. Выбрать сразу же нужную пасту будет сложно. Ведь консервированная паста разнится вкусовыми свойствами, несмотря на практически одинаковый состав. Одни производители добавляют больше сахара, другие меньше, также продукт может быть кислее или нет. Потому рекомендуется пробовать различные товары, чтобы определиться какой вам больше подойдет вкус томатной пасты. И все же лучше, конечно же, выбирать продукт с минимальным содержанием сахара или совсем без него. Если вы выбираете пасту по местоположению завода-изготовителя, то берите ту, которую производят на юге. Лучше, чтобы изготовитель выращивал свои собственные томаты, а не делал закупки там, где дешевле. Цвет пасты должен быть красным, равномерным, без каких-либо вкраплений. Оттенки могут разниться, ведь для пасты могут применять разные сорта томатов. К качественным сортам томатной можно причислить следующие. Томатные пасты «Дядя Ваня», «Грин Рейпе», «Ами», «Десека». Все эти производители выращивают свои овощи, готовят натуральные продукты. Пасты «Лютик», «Томати», «Мати» и «Пе», «Ае». Данные продукты выпускают в жестяных баночках, потому, если открывать их, то лучше использовать сразу же или пересыпать в стеклянную посуду. Все эти пасты производят из качественного сырья. Потому и сок из них для заготовок получится самый лучший. Еще на нашем портале можете почитать статьи на схожую тематику здесь.